Всем привет! Покажу два потрясающих рецепта для обеда. Во-первых, получается очень-очень сытно. Во-вторых, бюджетно. И при этом на все про все уходит не более 10 минут. И это причем от начала готовки до момента, когда можно сесть за стол и поесть. Ставим небольшую кастрюльку на огонь и наливаем 550 миллилитров горячей воды. Параллельно ставим вариться одно яйцо. Готовить будем корейское блюдо рамен. Для него можно взять обычный доширак, но если есть возможность, лучше купить упаковку, на которой написано рамен. Не обязательно брать как у меня, годится любой. Закинули в воду специи из пакетиков, дождались, когда вода закипит и забрасываем туда, во-первых, саму лапшу, а во-вторых, морепродукты. Я брала обычный замороженный морской коктейль, в котором есть креветки, осьминожки, кальмары и всякое такое. Нужно совсем чуть-чуть, буквально небольшую горсточку. Так что можно взять такой коктейль на развес. Получится очень недорого. Варим до готовности лапши, обычно это 5 минут. Пока варится, нарезаем листы нори. Можно на крупные листы порезать, можно мелкой соломкой. Как рамен сварится, убираем с плиты, накладываем и в центр выкладываем нори. А еще разрезаем вареное яйцо пополам и добавляем к рамену. Получается невероятно вкусное, сытное корейское блюдо. Есть еще второй вариант. Нарезаем штучки 3 шампиньонов, совсем небольших. Режем тонкими слайсами. Тогда они, во-первых, будут красиво смотреться в готовом блюде, а во-вторых, успеют приготовиться за 5 минут. В кастрюлю наливаем 550 миллилитров горячей воды. Горячую лучше брать для того, чтобы она быстрее закипела. Добавляем специи и лапшу быстрого приготовления. Туда же закидываем грибы и варим 5 минут. Хотите, можно для сытности добавить мелко нарезанные сосиски или овощи типа кукурузы, горошка или сручковой фасоли. Это уже на ваше усмотрение. Пока лапша варится, сами в это время мелко режем зеленый лук. После того, как 5 минут прошли, выкладываем готовый рамен в миску. Сверху посыпаем зеленым луком и по желанию можно добавить немного кунжута. Это очень сытно, очень вкусно! При желании можно сразу готовить 2-3 порции в большой кастрюле и у вас будет полноценный обед на большую-большую семью. А еще бонусом прикрепила другие идеи, с чем можно приготовить такой корейский рамен. Заранее вам приятного аппетита! Первый рецепт максимально простой. Наливаем в небольшую кастрюльку 2,5 стакана воды и добавляем специи. Прям те самые, что лежат в пакетике. Тут вот у нас зеленушечка и приправы. Как только вода закипела, добавляем лапшу. По инструкции она варится 4-5 минут. Ждем, пока лапша вот так вот немножечко разойдется и разбиваем туда одно яйцо. В этом случае у нас будет такой более наваристый вкусненький бульончик. Так вот быстро-быстро перемешиваем. И за пару минут до готовности отправляем сюда горсть натертого сыра. Все и просто сейчас довариваем до готовности. Кстати сказать, на самой упаковке лапши написано, что рекомендуется периодически вынимать лапшу на поверхность, давая возможность насытиться ей кислородом. И вот у нас получается такая здоровая миска лапши, прям с бульоном наваристым. В отдельную кастрюльку ставлю вариться яйцо. После того, как вода закипит, его необходимо будет поварить минутки 3, чтобы желток стал твердый. То есть, по сути, мы просто варим яйцо вкрутую. Еще я собираюсь пожарить бекон, но тоже сделаю это ленивым способом. Я вот так вот раскладываю его на бумагу для выпечки и сейчас отправлю в микроволновку. Буквально на пару минут. Мы это все так вот закрываем и в микроволновку на максимальной мощности буквально на 2 минутки. Все, и в принципе, можно уже минутки даже через полторы доставать. И пока в дальней кастрюльке варится яйцо, также по такому же принципу варим нашу лапшу. Добавляем в нее 2,5 стакана воды. Туда же специи, но можно их не использовать, а взять, например, какие-то свои, которые вам нравятся. Зеленушечку вот эту. Доводим также до кипения. Точно так же, как только вода закипела, отправляем туда лапшу. И как только лапша немножечко вот так вот разошлась, отправляем к ней замороженные овощи. Абсолютно любые, какие вам нравятся. То есть, вы знаете, эти готовые смеси в пакетах, которые в магазине продаются. Все это закидываем и также варим 4-5 минут. И приступаю к сборке. На дно немножечко бульончика, затем нашу лапшу, оставшиеся овощи, теперь наш бекончик выкладываем и яйца.